Евангелие от Луки Всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Аронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от шрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария ангелу, почему я узнаю это, ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме, и он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета жена его, и таилась пять месяцев и говорила, Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтоб снять с меня поношение между людьми. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, — Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, — Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида Отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, — Как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, — Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая Неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, — Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И отошел от нее ангел. Став же, Мария во дни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну в город Иудин и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее. И Елисавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, — Благословен ты между женами, и благословен плод чрева Твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария, — Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не изложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захариею. На это мать его сказала «нет», а назвать его «Йоанном». И сказали ей «никого нет в родстве твоем, кто назывался бы с ним именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал «Йоанн» имя ему. И все удивились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех, живущих вокруг них. И рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили «что будет младенец сей». И рука Господня была с ним. И Захария, отец его, исполнился святого духа и пророчествовал, говоря «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас. Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Субтитры создавал DimaTorzok